ух красота отличный результат привет люди с вами дядя ваня вот наслаждаюсь подарком от своих коллег 62 ленильцы мало того они еще подарили мне зензубель веритас дорогие мои питерские московские коллеги и друзья спасибо вам огромнейшее за такое роскошное произведение я не знаю столярного искусства спасибо вам за ваше поздравление я на самом деле счастлив но сейчас я хочу рассказать вообще моих рубанках вот мой первый рубанок который достался мне даже уже не помню когда еще с детства я с собой таскаю много чего я сделал много мозолей натер вот давно им не работаю выкинуть почему-то жалко потом когда заработал уже немножко денег купился вот такой одинарник за 4 рубля 50 копеек андрюшка мне вот переделал переднюю ручку задние никак не переделаю тоже выкинуть не пользуюсь а выкинуть жалко надеюсь что дойдут руки его привести в какой-то порядок и иногда в черновой обдирке какой-нибудь все-таки использовать но это обычный диктуумская четверочка стружочек а вот это вот современные в том году мне подарили на день рождения торцовочник а в этом году на юбилей как я уже сказал подарили вот такой зензубель и 62 хочу подробно на них остановиться и сделать так называемый обзор постараюсь подробненько рассказать о 62 надеюсь что ничего не забуду но начнем это универсальный рубанок его можно отнести даже к полу фуганка но он универсальный он предназначен как для выравнивания так и для выглаживания может быть кто-то не видит разницы но она есть корпус у него сделан из ковкового чугуна между щечками и подошвой ровно 90 градусов ручки сделаны из вишни традиционно латунные винты вот этот флажок рычажок нужен для того чтобы передвигать подошву рубанка переднюю подошву рубанка для чего это делается это для того чтобы регулировать ширину ротика что влияет на частоту выстрагивания как это делается ручка сворачивается против часовой стрелки и рычажок улево вправо и добиваешься той ширины ротика которые тебе нужно в данный момент дальше понимаем режим он сделан из бронзы и дальше самое главное что считается самым главным во всех рубанках это железка железка ленильсона она сделана из легированной стали а2 за . у нее 25 градусов идет но сейчас я заточил уже под 35 это рубанки с так называемой низким углом постановки железки еще по-другому их называют оборотниками потому что паска у железка направлена вверх то есть она сверху здесь угол постельки равен 12 градусам также здесь есть механизм точной регулировки вылета назад у кажется из механизма все берем железка аккуратненько так как она наточена кладем пальцем и даем ей никуда провалится ставим зажим и небольшой оборотик и за счет винта начинаем подавать железку на толщину человеческого волоса говорят нужно это сделать не знаю человеческий волос или не человеческий волос в общем должно это все работать конечно наверное сейчас закидают меня помидорами знатоки я сказал что у меня железку я настроил под 35 градусов а торцы строгают обычно 25 градусов затачивать железку но я его делал для другого просто у меня вот тут кусочек миша хардов мне подарил кусок карак карагача ну не пропадать же ему попробую я строгануть и это ух ух ну фантастика же фантастика же попробуем построгать дощечку бука ну вот берем стружечку прислоняем и все даже вот буковки видны вот такая вот у нас дружка получается все видно как через обычную папиросную бумагу вот такой замечательный инструмент теперь имеется в арсенале дяди вани спасибо всем моим коллегам и друзьям за такой роскошный подарок что я и всем вам тоже желаю покупайте себе и приобретайте только хороший инструмент потому что дешевый инструмент выкинутые деньги но сейчас перейдем к зензубелю вот такой красивый зензубель от компании веритас тоже мне подарили мои дорогие коллеги и друзья для чего он нужен это многофункциональный тоже рубанок который используется для подчищения шиповых соединений чтобы они были чистенькие хорошими словами говорю не так как учебниках написано ну и так же для изготовления с нуля каких-то четвертей или даже пазов вот для таких работ лучше показать наглядь вот сделал я прототип шипа так сказать модель шипа только для того чтобы показать наглядно как работают зензубели вот эта вещь называется щечка а это заплечь и можно строгать и щечку выровнять от зубьев пилы и также выровнять заплечек чтобы идеально она подходила к допустим это царга а здесь у нас ножка чтобы идеально все это совпадал и так все у нас выровняли потом можно положить его здесь есть такой специально удивительная и не знаю как сказать ручечка которая позволяет более эргономично использовать зензубель сейчас попробуем строгать за плечи вот и все идеальный у нас как я уже говорил им можно делать пазы или четверти с нуля просто прям брать и спокойно строгать но как сделать четверть с нуля берем рейсмус проводим черту я даже два раза проведу чтобы поглубже я уже начал то есть по этой линии чуть наискосочек делаю зензубель и начинаю вы стругивать немножко потом его выравниваю ох какая стружечка это еще видно наверно что идет стружка в задир но все равно посмотрите какая чистота несмотря на то что это все идет задир в общем я очень доволен вот для таких вещей и служит зензубель теперь расскажу об устройстве данного рубанка вот здесь видно передняя подошва тоже может сдвигаться вперед и назад чтобы регулировать ротик для этого здесь вот есть вот эти два винта забыл сказать что он тоже сделан из чугуна такого же как мы раньше видели вот эти два винтика и вот эти два винтика это регулировочные винты чтобы нож рубанка железка ложилась определенным образом и не плавала не влево не вправо что положила она зафиксировалась здесь же есть удивительная ручка она очень удобно помогает при строгании таким образом можно у нее упираться переворачивая так можно сюда и закрепить в общем она здорово помогает теперь о прижиме тут это прижимной винт достаем прижим вот прижим какой складываем сторону достаем железку ведь она зафиксирована на штыречке таком здесь два отверстия самой железка сделано аккуратненько вытаскиваем кладем фаской вниз чтобы она не затупилась на всякий случай это норрисоподобный механизм который подает взад вперед нашу железку ну вот собственно говоря и все устройство данного рубаночка а как работает собираем рубанок берем железку и не забываем что это оборотник и фаска должна быть вверху аккуратненько сюда просовываем чтобы она не касалась никаких железяк разворачиваем и одеваем на этот штыречек вот он сел теперь берем прижим вставляем прижим и закручиваем винт все ну а как настраивать вы видели как я делал 62 просто подтягиваем насколько нужно и все что называется мал золотник да дорог вот такой удивительный рубанок зензубер теперь будет жить в моем шкафу инструментальным и я им буду очень часто пользоваться на самом деле я мечтал о нем очень и очень долго еще раз спасибо всем за внимание спасибо коллегам за такие прекрасные подарки с вами был дядя ваня